Но еще не отшумела третья волна, поэтому сейчас слово для доклада предоставляется Максиму Олеговичу Алексаняну. Доклад непростой, уже анонс многие видели. Это третья волна КПТ. Как разделить религиозно-мистическую и научно-практическую составляющие? То, о чем я хочу сегодня говорить, это уже о поднимавшейся сегодня проблеме сохранения научности при движении в третью волну, а может быть и дальше. И, как говорится, сюрприз в том, что я по первому образованию математика по роду деятельности занимаюсь искусственным интеллектом и когнитивным моделированием творческих процессов уже 25 лет будет в этом году. И в себе соединяю еще много чего, поэтому внимание потребуется особенное. Тут будет и математика, и физика, и искусственный интеллект, и даже психотерапия в измененных состояниях сознания. Я начал в 18.30, да? Как сегодня уже говорили, в 1979 году Джон Кабетзин предложил использовать для реабилитации пациентов с хроническими заболеваниями секулярный вариант буддийской медитации, практику mindfulness. Клинические испытания показали ее эффективность для снижения стресса, уменьшения интенсивности боли, раздражительности, утомляемости и тревожности. Возникли методы, интегрирующие когнитивно-поведенческий подход и mindfulness в разнообразных формах. Казалось бы, все в принципе знакомо, работа с телом вниманием в КПТ не нова. Например, мышечная релаксация по Джекобсону использовалась для контрабуславления уже давно. И все в принципе безопасно, то есть попадание в религиозно-мистический контекст невозможно, так как mindfulness из нее исключены мистические аспекты буддизма. И используется общая установка на вынесение всех религиозных вопросов за рамки терапии. Однако, то ли внутренняя логика mindfulness, то ли сила традиции, стоящая за этим инструментом, то ли почва западного менталитета, на которую его попытались привить, дали о себе знать. Помимо изначального направления, где mindfulness помогала формировать дистанцию к мыслям, метапозицию, улучшать контакт с актуальным психическим состоянием, осознанно проживать в настоящий момент, появились два других вектора развития. Один из которых Андрей Владимирович Курпатов сегодня так прошелся по нему, это один из векторов, на мой взгляд, антитерапевтический, в котором mindfulness стала использоваться как средство для подавления симптомов, избегания, отвлечения от неприятных ощущений. Конечно, это не про третью волну, а про широкие массы. И вот он сформулировал, что речь идет о психотерапевтической технике переключения во внешнее, которая призвана занять канал восприятия с тем, чтобы заглушить звучание голови дефолт-системы. Но кроме этого появился и другой вектор. Другой вектор, так сказать, запредельный. Он оказался нацелен за край рационально постижимого, на метафизические вопросы, в область неустранимых противоречий, туда, где заканчивается научное, начинается мистическое. Начали использоваться понятия, имеющие прямые соответствия с буддийским путем духовного развития. И вот буквально недавно Джон Кабадзин говорит, я не хочу этого разделения на две части, секулярное и священное. Я не хочу отказываться от священного. Конечно же, mindfulness – это не только про уменьшение стресса и снижение эмоциональной боли, а про понимание глубокой структуры реальности, про то, что все соединено со всем. И речь уже идет не о когнишен и мета-когнишен, а о том, что mindfulness правильно называть, heartfulness, то есть сердечность. Помимо практики безоценочного направления внимания на мысли и ощущения, говорят уже о другом уровне медитации. Медитации недвойственности, выходе за пределы привычного «я». И третью волну когнитивно-поведенческой терапии характеризует не только как фокусирующиеся на отношении к мыслям, противовес к фокусировке на их содержание во второй волне, но и как терапевтическую работу с так называемым выходом за пределы когнитивной сферы. Связано ли это появление этих вопросов с религиозными корнями mindfulness или с какими-то другими принципиальными причинами? Можно ли эти вопросы полноценно исследовать, развивать и использовать, оставаясь в рамках научной парадигмы? Необходимо ли для этого ограничиться формами, вписывающиеся в когнитивную сферу? Какой вид рациональности может быть использован для научной работы с тем, что находится за пределами когнитивной сферы? Есть ли в этом терапевтические ресурсы? Какие принципы могут обеспечить глубину? Я думаю, что в поисках ответов на эти вопросы можно быть полезно изучить опыт столкновения фундаментальных наук собственными границами познания, опыт духовных традиций, опыт психотерапии в измененных состояниях сознания. Проблемы границ и возможности работы на этой границе не уникальны для психологии. На рубеже 19-х и 20-х веков математика столкнулась с аналогичной ситуацией, названной кризисом оснований. Кризис был связан с возникновением и становлением теории множеств Георга Кантора. Все основные понятия математики были выражены в терминах этой теории. Казалось, что наступил рай, задача формализации математики решена, ее здание абсолютно прочно и нерушимо скреплено логикой, точными доказательствами и аксиомами. Однако выяснилась противоречивость этого подхода. Были обнаружены так называемые антиномии, то есть утверждения, которые при помощи верных логических рассуждений одновременно можно... То есть парадоксы теории множеств антиномии, сущность которых состоит в том, что при помощи верных логических рассуждений одновременно можно вывести некое утверждение, его противоречие. Вот одно из таких утверждений. Антиномии были в той или иной форме связаны с самореференцией или с бесконечностью. Попытки преодолеть эти противоречия и построить непротиворечивый фундамент свелись к проблеме непротиворечивости аксиома арифметики. И вопрос был решен в 30-м году, когда Курт Гёдель доказал, что невозможно в рамках формальной системы, это очень важный результат, доказать ее собственную непротиворечивость. То есть система не может познать сама себя в математическом смысле. Ну и вывод из этого заключается в том, что избавиться от антиномии в принципе невозможно. Преодоление одних приводит к появлению других. Установив этот факт, математики перестали спорить о верности аксиоматических систем, отвернулись от этого вопроса и стали развиваться в сторону, где проблем нет. Ну и казалось бы, какое отношение эта история вообще может иметь к психологии? Несмотря на то, что у математики собственный предмет и собственный метод, мы можем здесь найти несколько полезных мыслей. Первая мысль в том, что возможности рассудочного мышления, аристотелевской логики в самоописании ограничены. И это строго доказано. Осознание этого может помочь пониманию важности работы с вне когнитивной сферой, может помочь в процессе познания себя оставаться открытым для опыта, не поддающегося рассудочной интерпретации. Это также означает, что при попытках построения всеобъемлющей теории психологии, при построении личной теории мира и себя, не получится использовать закон исключения третьего, и придется либо научиться пользоваться какой-то иной логикой, логикой, которая выдерживает противоречия, либо пользоваться набором теорий, которые противоречат друг другу. Еще более интересные мысли нужно обнаружить, если обратиться не к самому математическому результату, а к опыту людей, занимавшихся этой проблемой. Тут мы увидим, как погружение ума в неразрешимые вопросы, уверенность в возможности их разрешения повлияли на психическое состояние математиков. Принципиальная расщепленность самой сути проблемы как будто бы отразилась в их психике и способствовала попаданию в нервную лечебницу того же Георга Кантора. Интересно, как вокруг этой чисто научной задачи возник мистико-религиозный контекст. Он проявился в претензиях теологии на исключительное право трактовки бесконечности, в переключении внимания Кантора и Геоделя на доказательство существования Бога и в эвристической связи христианского мистицизма и возникших для преодоления проблем школ логики. Тут речь идет о русской школе, об идеях Емиславия, Егора, Вилузине, Павел Флоренском. Кажется, что столкновение с проблемами границ, с неразрешимыми проблемами вообще вызывает разворот внимания исследователя на себя, на экзистенциальные вопросы, на свое место в мире. Похоже, что эти вопросы оказываются своеобразным зеркалом, нашей личности. В этих проблемах общий компонент — это объект, ссылающийся сам на себя, внутренне противоречивый, антинамичный или бесконечный, выводящий за пределы привычной логики. Изучение этого объекта приводит к запуску механизма рефлексии. Рефлексии, простите, исследователь обнаруживает пределы возможности собственной логики, и объектом его рассмотрения неизбежно становится он сам, его способ мышления, его трансцендентальные основы. Это имеет непосредственное отношение к методам психотерапии, использующим транспекцию наблюдения за мыслями. Зеркало в них — необходимый инструмент. Практика мышления о предмете или восприятии другой реальности, будь то законы математики, законы природы, которые открывает физик, могут стать этими зеркалами, если так целенаправленно используются. Но практика мышления о проблемах оснований является зеркалом по самой своей сути. Обращает на себя внимание и то, что интеллектуальный тупик, требуя другого мышления, другого языка, привел к обращению к сфере мистической. Очевидно, что и появление понятийного аппарата духовных традиций вокруг mindfulness совершенно не случайно. Если мы обратимся к опыту духовных традиций, то обнаружим, что путь их познания мира и заботе о душе погружен в сферу запредельного, трансцендентного, от которой математики отвернулись. Существует большое разнообразие конфессий и школ со структурированными путями трансформации личности на пути к высшему. Не умаляя уникальности каждой из этих школ и принципиальных различий в их подходах, обращает на себя внимание то, что в той или иной форме в них возникают антиномии. Также возникают антиномии обращения к бесконечному и непостижимому, выхода за пределы ограничений логических вербальных средств, использующих диалектикой логики. Приведу в одну цитату. Вот Вышеславцев пишет о христианстве. Христианство насквозь диалектично. Оно движется в области предельных понятий, которые антиномичны. Оно открывает и переживает высшие антиномии мира и души, имманентности и трансцендентности. Оно обещает найти их решение. Сам Христос есть живой ответ на этот вопрос, так как Он сам живая гармония противоположностей. Дзен-буддизм и кааны, антиномичные вопросы, задаются не для того, чтобы ученик получил на них ответ, а для того, чтобы он обнаружил в поисках ответа самого себя и ограничение собственного мышления. Существует целый ряд исследований о терапевтическом потенциале, не специфичных для конфессии номинозных состояний сознания, как в психологической, так и в физиологической даже сфере. Резиновические исследования в психологическом и нейрофизиологическом подходе выделяют общие черты воздействия мистического опыта на человека. Что если при психотерапевтическом заимствовании духовных практик строить объяснительные модели, исходя из этих общих функциональных и логических аспектов? Возможно, это поможет справиться с силой притяжения концепции и лексики отдельных вероучений, использовать этот опыт для овладения собственным поведением, оставаясь при этом в научной парадигме. Математика и духовные традиции продемонстрировали два полярных подхода по отношению к границе познаваемого. Увидеть непроницаемое зеркало, отвернуться от него, или увидеть окно неизведанное и нырнуть туда. Но существует и третий вариант, если хотите, срединный путь, который нам демонстрируют коллеги по когнитивной революции, работающие в области искусственного интеллекта. Со дня рождения когнитивной науки предпринимались попытки описать мышление человека на языке компьютерной программы, на языке логики. Десятилетия развития искусственного интеллекта в этом направлении показали на практике, что ограничения в когнитивном подходе здесь не только принципиально теоретические, но и практические. Создать и поддержать антологию для решения задач, с которыми человек справляется с легкостью, оказалось неподъемной проблемой. Вначале думали, что получив больше вычислительных ресурсов, проблема будет решена, но потом выяснилось, что ограничения есть и у людей, разрабатывающих системы, и в возможностях логики. И на 30 лет наступила так называемая зима искусственного интеллекта. Последние несколько лет мы можем наблюдать прорыв. Множество задач, не поддававшихся до сих пор решению, сдаются под напором технологий глубинного обучения. Смысл прорыва в радикальном снижении роли когнитивных моделей, когнитивных архитектур, логических описаний, непротивлячивых антологий в представлении знаний. На первый план сейчас выходят искусственные нейронные сети, в которых знания формируются в процессе полностью или почти полностью неэксплицированного, неформализованного обучения. Это очень похоже на то, что в человеческом мире называется неявным знанием. Tasted knowledge. За счет огромного количества соединенных друг с другом искусственных нейронов образуются нелокализованные, неструктурированные, внутренне противоречивые и при этом прекрасно работающие представления знаний. Я помню о разнице предметных областей и методов, но согласитесь, в этом случае она уже не так велика, как с математикой. Здесь мы говорим уже о когнитивных моделях, об исследовании мышления. И я воспринимаю эти результаты как еще один аргумент в пользу наличия потенциального ресурса за пределами когнитивного. Также тут видно, что выход за понятийный языковой подход не обязательно связан с мифологическими языками. Осталось немного. Еще одна научная дисциплина, продемонстрирующая срединный пункт, не отвернувшийся от фундаментальных проблем и нашедшая способ работы с противоречивым и невыразимым физика. Посмотрим на то, как физики справились с несовместимостью двух теорий света, корпускулярной и волновой. Главным для нашего рассмотрения моментом в построении квантовой теории являются не эти замечательные двухчелевые инструменты, когда фотоны света проявляют то волновые, то корпускулярные свойства, а то, каким образом была сформулирована и какие возможности для понимания дает объединяющая их теория. Эта теория была получена на языке математики. В описании использовались бесконечно мерные пространства, а не классические логики. Теория является наиболее проверенной в области науки, но консенсусов понимания ее смысла не существует. Существует множество интерпретаций, которые согласуются с формулами, но несовместимы между собой, и в принципе невозможно установить, какая из них верна. Нельсбор сформулировал принцип дополнительности, согласно которому для полного описания квантово-механических явлений необходимо применять два взаимоисключающих дополнительных набора классических понятий, совокупность которых дает исчерпывающую информацию об этих явлениях как оцелостных. Здесь мы можем увидеть несколько важных моментов для психологии. Во-первых, взаимное противоречие двух теорий при описании одного объекта не означает автоматически, что одна из них не верна. То есть полное описание можно дать при помощи нескольких противоречащих теорий или при помощи одной, но содержащей, взаимоисключающей понятия внутри себя. И при этом возможность понятия, осмысления, интерпретации верной теории может отсутствовать в принципе у человека. И воспринимать эти интерпретации стоит всего лишь как ограниченные метафоры. Научную работу стоит акцентировать не на создании новых верных теорий, а на попытках опровергать существующие и попытках сочетать верные, но противоречащие друг другу. Рациональность, логика, которая тут требуется, обязательно должна включать в себя противоречия, умение работать с неконсистентной информацией. Похожая ситуация со слепым и слоном – это неизбежный удел знания, пытающегося быть полным. И последний раздел про опыт холотропной терапии. Здесь важный вопрос. Как возможно работать в условиях, когда теории всего лишь интерпретации? На что опираться, если эти теории относительны, метафоричны и противоречивы? И анализ холотропной терапии, в рамках которых за 40 лет накоплен большой опыт соединения духовных традиций и психотерапевтической работы, здесь, думаю, может быть полезен. Я знаю, что отношение к холотропному дыханию в профессиональном сообществе неоднозначное, но уверен, что заслуга в этом принадлежит не столько самому методу, сколько тем практикам, которые не сумели на деле отделить научно-практическое от мистического и сектантского. К счастью, есть и те практики, и в России эти практики есть, кто смогли остаться на профессиональном поле, работая в этой парадигме. Анализ обоих этих групп позволяет увидеть важные принципы. По сути, ядро метода — это медитация. Безоценочное направление внимания на мысли и ощущения. Телесная работа помогает удерживать внимание и амплифицирует симптомы. Измененное состояние сознания позволяет эффективнее выходить на актуальные переживания. Для интеграции используются самые разные методы от арт-терапии до когнитивно-поведенческой терапии. И на собственном опыте я испытал это как в роли клиента, так и терапевта. Это удивительное сочетание. Центральный принцип работы терапевта-фасилитатора — в отказе не только от медицинской модели, но и от какой бы то ни было интерпретации. Претензии на понимание того, что происходит с клиентом, куда и как ему необходимо стремиться. Радикальный гуманистический подход. Фасилитатор фактически осуществляет практику недеяния. Встречается с клиентом там, где он находится, принимает и поддерживает его, создает безопасные условия и помогает возвращать внимание к себе. Возвращение силы клиенту, качество присутствия и внимание фасилитатора — это то, что является терапевтическими механизмами этого подхода. Но работа в ситуации предельной неопределенности и неизвестности способна... Особенная открытость клиента в измененных состояниях сознания создают богатую почву для активации теневых аспектов фасилитатора. Крайне важны тут постоянная и глубокая личная терапия, супервизия, работа в команде. Причем это все независимо от опыта и уверенности терапевта в своих силах. Мне кажется, что холотропная терапия и когнитивно-поведенческая терапия в своей третьей волне движутся встречными направлениями. Первая, взяв практики духовных традиций, запредельным и надличностным дискурсом, постепенно очищает и интегрирует их. А вторая ищет пути выхода за ограничение когнитивного, думая, что обмен опыта тут может быть чрезвычайно полезным. Так где же находится граница между научно-практическим и религиозно-мистическим? Мне кажется, она там, где мы воспринимаем запредельный опыт не через линзу относительных и непроверяемых описаний, где мы рассматриваем медитацию не как практику соединения, очищения сознания, преоделения иллюзий индивидуальности, автономности, а там, где мы помним, что это просто зеркало, что это психологическое орудие для контакта с собой, для овладения собственным поведением. Конечно, необходимо осознавать опыт, говорить о нем. Но, надеюсь, я сумел показать, что помимо мифологических, тут существуют и другие возможности построения научно-практических базисных идеализаций. На этом разрешите закончить свой доклад и поблагодарить за внимание. Спасибо большое за Ваш доклад. Вызвало отклик Ваше мнение про холотропное дыхание. А вопрос такой, не кажется ли Вам, что попытка сближения холотропного дыхания с когнитивно-поведенческой терапией содержит определенного рода риски? Потому что, на мой взгляд, есть определенная эксплуатация мифологического мышления. По крайней мере, люди, которые занимаются холотропным дыханием, они именно так расценивают. Я вышел там куда-то, нашел там силу, вернулся сюда. То есть это поддержание такого, что, в общем-то, работает против, наоборот. Я думаю, что сближение и формулировка в таком виде о ней, думаю, пока никакой речи даже не может идти, поскольку тот шлейф негативных коннотаций, которые есть вокруг холотропного дыхания, особенно в России, он совершенно не полезен для сохранения КПТ статуса научности. У КПТ с третьей волной в плане научности хватает проблем. Здесь я больше говорю об общении, поиске методов и способов, как удержаться на границе. То есть взаимное обогащение. Скажем, опыт вот этого безоценочного присутствия и работы в полной неопределенности, это просто, ну вот, знаете, как говорят, сливочное масло в картошку, сколько вы кладете в пюре? Положите в два раза больше, будет вкуснее в любом случае. Так и тут, гуманистический подход нельзя, как это по-русски сказать, сделать, много его нельзя сделать. И если в этих условиях смотреть, как это работает, этому можно учиться, практиковаться. Собственно, Гроф с этого и начинал. Это не был широкий метод, это было повышение квалификации для тех людей, которые понимают, что такое психотерапия, что надо ходить на супервизии, и как надо вести себя с клиентом. И, собственно, те практики, которые сохраняют здоровый подход, профессиональный подход, они в основном из психиатров, из медиков, из тех людей, которые имели большой опыт. И тут именно вот эта практика, этот обмен, возможно, какие-то базовые философские вещи, то есть выгодский гегель, это то, на чем можно основывать построение вот этих вот вещей аккуратных, очень ювелирных, работая на границе, чтобы не свалиться, чтобы не построить секту имени себя, чтобы вспоминать о том, что терапевт должен там корону снимать и крылышки подрезать, как бы это ни было больно, каждый день. Да, спасибо большое. Вот в связи с этим, можете вы назвать, например, конкретные города, места по роли явки, вот людей, которые практикуют, именно так, как говорите вы? Да, конечно. Несколько лет назад новое руководство появилось у трансперсонального тренинга ГРОФа в России, это Владимир Емельяненко, Александр Емельяненко, они из Ростова-на-Дону, собственно говоря, я вот 9 лет уже как практикую, вначале практиковал, потом стал учиться в тренинге ГРОФа, и они работают по всей стране, и в Москве, и там, в Воронеже, и в Ростове, и в Новороссийске, то есть и вот сейчас они масштабные поездки, китайское правительство в рамках вот этой программы приглашало ГРОФа, и там целая программа открыта, лекции и практических занятий в Европе, в Лондоне. В общем, есть сайт training.rofo.rf, и там можно все найти. И, собственно, есть люди, которые вот обучаются и поддерживают этот уровень. Там серьезные методологические проблемы, связанные с тем, как обеспечить, вот чтобы человек это понял, прочувствовал, следовал этим принципам. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Есть ли вопросы? Хорошо, тогда спасибо большое. Благодарим за такой насыщенный доклад. Надеемся, что нашим участникам хватило ресурсов для восприятия такой непростой темы в конце нашей встречи сегодняшней. Продолжение следует...